Это Пэрри Стоун, выпуск фестиваля Манн. Я знаю, вам нравятся учения из Израильской земли, поэтому я обратился к архивам, поискал среди тысячи видео, которые мы отсняли в Израиле, и некоторые из них выбрал, чтобы запустить в этих выпусках. Там у меня чёрные волосы, сейчас они посидели, поэтому вы знаете, это своевременное послание. Это прекрасное учение из Господней земли, и я хочу, чтобы вы посмотрели весь выпуск до конца. У нас есть особое предложение для вас. Да благословит вас Господь! Я приветствую наших зрителей. на выпуске фестиваля Манны. Мы сейчас на так называемых ступенях Хульби, которые находятся на южной стороне Иерусалима, прямо за стеной, старой стеной города. С нами большое количество людей в нашем втором туре. Уже давно я хочу проповедовать здесь одно послание, но каждый раз, когда я возвращался в США, я думал, «Эх, я не донёс это послание». Так что я вернулся на следующий год, и мы решили вместе с партнёрами погрузиться в эту особую тайну, о которой многие люди вообще не знают. Поэтому я подумал, я забыл свои заметки в автобусе, но знаете, давайте я по памяти расскажу вам это послание. Есть много людей, которые не понимают, что это произошло сразу после распятия Иисуса. Это связано с тайной трёх дней и ночей, когда тело Иисуса находилось в могиле. Прежде чем сказать, что Он сделал, мне нужно рассказать, что происходит при смерти. В 1 Фессалоникийсам 5.23 сказано, что мы — тело, душа и дух. Мы — три единые существа. И так как мы — три единые существа, нечто происходит с нами в момент смерти. А именно, душа и дух отделяются от тела. У меня есть много друзей, очень хороших христиан, верящих в так называемый сон души, а именно, что душа и дух засыпают внутри тела в момент смерти. «Если тело хоронят в гробу, душа и дух в гробу...» Один человек был морским офицером, он умер на подводной лодке, и его дух и душа остались в океане. Один из стихов, используемых для этого, «отдало море мёртвых, бывших в нём». Также в Писаниях Нового Завета сказано об этом, что когда девочка умерла, Иисус сказал людям, что она всего лишь спит. Вообще, я не хочу сейчас говорить об отличии учения о сне души от учения об отделении души и духа от тела. Но самый понятный стих по этой теме — тот, где апостол Павел говорит, «Лучше выйти из тела и водвориться у Господа». А в Ветхом Завете сказано, «И скончался Авраам». В переводе короля Иакова сказано, «И спустил призрак». В Иврите, соответствующая этому фраза, «Авраам испустил дух и приложился к отцам своим». Приложиться к отцам своим в Ветхом Завете означало не просто быть погребённым на кладбище, потому что Авраам был погребён в пещере Махпеле в Хевроне, и он был похоронен там с Сарой. По идее, некоторые патриархи и их жёны должны были быть похоронены там, но это было не кладбище с людьми, умершими прежде Авраама и Сары, захороненными в той пещере. Некоторые говорят, что приложиться к отцам своим просто означает отправиться на кладбище, где душа и дух спят. Но это не так. В Луки 16 рассказывается история о богаче, который умер, и о нищем, который также умер. И богач пошёл в ад. Кстати, стоит отметить, что это не притча, это реальная история. «И в аду богач в мучениях поднял глаза и увидел нищего на лоне Авраама». Если душа и дух Авраама всё ещё в могиле, всё ещё в его теле, как он может вести диалог из центра земли, из обители под землёй, с умершим богачом, чьи душа и дух в аду, и с умершим нищим? Там сказано, что ангел «отнёс нищего на лона Авраама». Опять же, это не притча. Однажды я спорил с человеком, свидетелем Иеговы. Я проводил 11 недель евангелизации, и единственным местом, где можно было поесть, был Макдональдс. 11 недель, каждый вечер. Это было единственное место для еды. Этот молодой человек был там, и он спорил со мной по поводу ада. Больше ни о чём не хотел спорить. Он говорил, «Луки 16 — это притча, Луки 16 — это притча, Луки 16 — это притча, как робот». Это не притча, это реальная история. Я хочу вам донести, что это чётко видно в Писании. Я сейчас урезаю и сильно сокращаю то, что я мог бы вам сказать по Писанию, так как времени на передачу мало. В момент смерти душа праведного человека и его дух были отнесены ангелам не под землю, мы к этому ещё вернёмся, а на третье небо, вместо под названием «рай», описанное во 2 Коринфянам 12 главе. Когда вы умираете, ваша душа и дух исходят из тела. Почему я об этом говорю? Прежде чем я прочитаю этот стих, вернёмся к распятию Иисуса. Библия говорит, что в третьем часу, в девятом часу Он делает последнее заявление, и когда Иисус умер, Библия говорит, что Он испустил дух. Опять же, если вы будете читать Библию короля Иакова, там будет стоять слово «призрак». Это старое английское слово, а в греческом переводе стоит «Он отдал дух». Откуда мы это знаем? Потому что Он сказал на кресте, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Вот вопрос. Куда пошёл Дух Иисуса в тот момент, когда Он вышел из тела? Некоторые теологи говорят, ну, конечно, Он отправился на небеса, к Господу, а потом вернулся на землю. Это не так. Ефесянам 4 глава. Я вам дам ещё несколько стихов. Ефесянам 4, 8. «Посему и сказано, «Восшед на высоту, пленил плен». Обратите внимание, Он пленил плен. Что это значит? «И дал дары человекам». Конечно, после того, как Он пленил плен, Дух Святой сошёл в день Пятидесятницы, и дары были распределены для церкви. Апостолы, пророки, пасторы, евангелисты и учителя. «И девять даров Духа» в 1 Коринфянам 12, 7-10. «А вошёл» означает в настоящем времени, что теперь Он на небесах, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли, не сшедший. Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё. А затем Он говорит о дарах, данных церкви в Ефесянам 4, 11, и о пяти дарах служения для совершенствования святых. «Дамы и господа, слушайте внимательно, потому что я хочу вам показать нечто из Писания». Иисус сказал, «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». А сейчас я даю вам задание. Я не буду проповедовать об этом, потому что это займёт всё время, и я забуду, что хотел вам сказать. Если вы исследуете тщательно историю об Ионе, а Иону выбросили за борт лодки, и мы предполагаем, из проповеди мы слышали, что большая рыба, возможно, кит проглотила его, и он живой провёл в брюхе у этой рыбы три дня. Случилось другое. Почему его проглотила большая рыба? Если вы прочтёте в книге Ионы, то там описано так. Он спустился в море, это в книге Ионы, «И водоросли обмотали его голову, и когда его душа истаивала в его теле, он вспомнил о Господе и начал взывать к Нему». Затем он говорит, «Из чрева преисподней я возопил». И сказано, что взмолился Иона Господу из чрева кита. Мы иногда слышим проповеди. Вот почему очень важно изучать Библию и разбирать стихи. Скажите, кому нравится, когда Перри Стона разбирает стихи? Правда? Что я говорю, да? Потому что, когда вы разбираете стихи, вы получаете пищу из Библии. Вообще, я хочу поделиться немного мясом. Мы уже об этом учили и писали об этом. На самом деле Иона утонул. Бог привёл эту рыбу, чтобы сохранить его тело в этой рыбе три дня и ночи. Ион был в преисподней. Он послушался Господа, помолился, и Бог позволил ему воскреснуть. И рыба выплюнула его. Я думаю, причина, почему рыба его выплюнула, мы знаем, что киты могут проглатывать большие вещи. Но когда Иона вернулся к жизни в брюхе этой рыбы, это было похоже на боль в животе. Понимаете? Видите ли, он мёртвый. Он в теле. Рыба не может съесть его и переварить. Но представьте, как ниневитяне, а многие жители Средиземья были рыбаки, и я читал у одного учёного, что некоторые из них поклонялись большой рыбе. Поэтому представьте, эти ребята рыбачат, и вдруг всплывает этот кит. Все сбежались посмотреть на него, и тут из него выкатывается человек. На его теле наверняка были раны от кислоты, и он кричит, «Покайтесь!» Да, сэр. О, Господи! Мы поняли. Так что это был длинный путь в Ниневию, но он проделал его за один день. Потому что реально забавно и странно, что происходит, когда вы спускаетесь в ад и обратно. Если вы побывали в аду и вернулись, ваша жизнь меняется иногда, да? Иисус сравнил Свою смерть и воскресение с тем, как Иона был в брюхе у рыбы. И мы читаем снова в Ефесянах, что Он спустился в преисподнюю. Если я начну пускаться в детали по Писанию, мне не хватит времени, поэтому я покажу следующее. Перед воскресением Иисуса мужчины и женщины, праведники, спускались в преисподнюю, и там были обители. Там был тартар, греческое слово, означающее «ад». Это во втором Петра 2.4 «Падшие ангелы, которые не сохранили свои позиции и пали с сатаной». Сказано, что Бог взял их большое количество и связал их в аду. Греческое слово «ад» во втором Петра. Это слово «тартар». Ангелы связаны в тартаре. Это место, согласно грекам, находится под землей. Есть шиол, есть ад. И есть одно из греческих слов для ада — это гиена. У меня нет времени учить об этом. Но это название той долины, долины Акелдама, где повесился Иуда. Там вверху есть деревья над долиной. До распятия Иисуса все праведники шли в обители под землей. Шли, значит, что их тела отправлялись в гробницы, а их души и духи отправлялись в эти нижние обители. Одна из вещей, которые сделал Иисус, и о которых никто не проповедует, это во время Его воскресения. Я говорю «никто», но это не совсем верно. Большинство людей не понимают этого или их не учили. Матфей говорит, что когда Иисус воскрес из мертвых, на улицах видели много почивших святых. Откуда они пришли? Они пришли не с небес. Их духи, наша душа и дух теперь после распятия, точнее воскресения Иисуса, наша душа и дух идут из тела в рай. 2 Коринфянам 12. До того, как это открылось, помните, Иисус говорил, «Я иду приготовить вам место». Вот о чем Он говорил, потому что Он говорил, что в доме Отца есть много обителей, обители были уже построены. Алло, у нас есть еще одна традиция, да? Есть. Это настоящее время. Он не пошел туда с золотым молотком и гвоздями. Я понимаю, что я сейчас разрушаю теологию многих ваших христианских песен, но Он не пошел туда с молотком и гвоздями, что Богу понадобилось шесть дней, чтобы все сотворить, но над моей обителью Он работает 2000 лет. Нет, это не так. Новый Иерусалим существовал во дне Авраама, потому что сказано, Авраам ожидал города, которого художник и строитель Бог. Так что Новый Иерусалим уже был. И то, что мы называем местом пребывания, уже было. Иисус сказал, что пойдет приготовить для нас место. Жаль, что у меня нет времени рассказать вам о всех греческих словах, означающих место, чтобы вам это доказать. Это было место на небесах. И когда мы проходим эту жизнь, мы больше не идем вниз, мы идем вверх. Мы не спускаемся больше в преисподнюю с тех пор, как Он воскрес из мертвых. Я имею в виду, что Иисус спустился в преисподнюю, в то место для праведников, где был Авраам, где был Лазарь из Луки 16, Исаак, Иаков, сыны Иакова. Все они были там. Жаль, что нет времени об этом проповедовать. Время от времени кто-то там внизу получал слово, что происходит здесь вверху. Откуда мы знаем? Моисей и Илья появились на горе Преображения и рассказали Иисусу о Его смерти. Откуда им знать? Алло, вы со мной? Они говорили с Ним о Его смерти. Итак, время от времени кто-то там рассказывал. Вы не поверите, я только что умер. Там парень из Иерусалима по имени Иисус. Он исцеляет больных повсюду. Правда? Может ли это быть тот самый? И когда эти люди начали умирать и рассказывать свои истории, потому что... Кто из вас знает, что Библия говорит в Луки 16 и в других местах? Что у вас есть память, у души и духа есть воспоминания о том, когда они вне тела. Поэтому они знают, что происходит на земле. Они путешествуют. Мммм. Кому-то придется помочь мне проповедовать. Однажды они проделали путь от человека по имени Лазарь из Вифании. А этот человек, Лазарь из Вифании, был хорошо знаком с парнем по имени Иисус из Назарета. И они спросили, ты откуда? А он такой, слушайте, отвечаю, есть человек по имени Иисус, он был у меня дома, его знают мои сестры, они его кормили, он Мессия. Он говорит нам, что он Сын Божий. Он говорит, что он тот, кого мы ждали. Все сбегаются, и Исаия говорит, я тебе о нем расскажу. Он будет как агнец на заклании. И Давид такой, я тоже расскажу. Ему пронзят руки, пронзят ноги. Другой пророк выходит и начинает рассказывать о нем и спрашивает Лазаря, скажи нам, что он делал? Ну, я был с ним на море Галилейском. Скажи мне, он может ходить по воде? Ну, кто-то подошел ко мне и сказал, что две тысячи бесов вышли из человека и вошли в свиней. Другой такой. Так вот, что я слышал. Столько визга было в аду. Я знал, что что-то происходит. Я знал, что что-то случилось. Столько визга в аду. Я вам говорю, какое-то время Лазарь проповедовал, и тут он говорит, Господь, как будто я его и сейчас слышу. Вообще, похоже, он меня зовет. Бум! Дух Лазаря поднимается из рая обратно на землю, обратно в свое тело, и я вам говорю, спустились все небеса на врата ада, и праведные начали кричать, время подходит, время подходит. И однажды земля поколебалась, и Иерусалим начало трясти, однажды дух Иисуса спустился в сердце земли, и я скажу вам, там был некто по имени Сатана, который не знал о плане. Был Виильзевул, князь тьмы, был дух по имени Смерть, и дух по имени Ад. В первый день Сатана сказал, он у вас все еще внизу, они отвечают, все еще тут, никуда не уйдет. На второй день Сатана приходит и говорит, докладывайте снизу из присподней слона Авраамова, он еще там. Они говорят, веришь, нет, но он все еще тут. На третий день, о-о-о-о-ой, на третий день земля начала трястись и шататься. И Сатана говорит, эй, кто-то может доложить. И кто-то ответил, м-м-о-о, и подходит Ад, подходит Смерть, и говорят, ты не поверишь, что у нас случилось тут рано утром. Он у нас был в плену здесь, ходил тут, проповедовал. Все были в восторге. И вдруг мы услышали, как кто-то подходит к воротам. Этот кто-то подходит к воротам. Мы раньше таких шагов ни разу не слышали. Мы их вообще не узнали. И князь Тьмы, владелец врат Ада, спросил, ты кто такой? Ему ответили, мое имя Победа. Я пришла за Иисусом. А смерть с Адом, духи смерти и Ада, потому что они реально духи, сказали, ты не поверишь, что случилось сегодня утром. Он опустошил у нас половину обителей, с верхнего отделения все полностью ушли. И сатана такой, ой, что-то голова разболелась. Я думал, что избавился от него, а куда он теперь ушел? И кто-то такой, знаешь, что он сделал? Он забрал все праведные души в рай. Затем Иисус восходит на гору Елеонскую, возносится на небеса, и дьявол думает, что все закончилось. Но затем он начинает замечать, что его ученики встречаются в горнице. Он говорит, следите за этими, что-то будет, но я пока не знаю, что. И именно в день Пятидесятницы, в 9 утра, когда они все были вместе в одном духе и согласии, внезапно раздался звук с небес, как звук сильного ветра, и наполнил дом, где они были. И загорелись над ними языки, как бы огненные. И они все исполнились Духа Святого. И начали говорить на других языках, как Дух. Я знаю, это мое послание, я его проповедую, как хочу. Вы же не возражаете. Для тех теологов, которые это смотрят, вот так мне нравится это рассказывать. И внезапно Сатана, Ефесянам 2.2, князь тьмы в воздухе, который держал Иерусалим, смотрит, прискакала Мария, подкатывает Петр, прибегает Фома. Он говорит, что тут вообще происходит? И кто-то отвечает, ну, теперь у нас реальные проблемы. Почему проблемы? Потому что Дух Всемогущего, то же помазание, которое было на Иисусе, та же власть изгонять бесов, та же власть, которая исцеляла больных. Ты думал, что от Него избавился? А теперь их 120 действующих, так же, как Он. У нас реальные проблемы. До конца дня их стало 3 120, а до конца месяца 8 120. Так что Я пришел объявить Небесному Отцу, Святым Ангелам и Царству Тьмы, что по примерным подсчетам, в мире сейчас где-то в районе 600 миллионов крещенных духом, говорящих на языках, крещенных огнем, любящих Иисуса людей. А началось все со 120 человек примерно где-то в этом районе. Знаете что? Нас тут сидит 380 человек. Извините меня. У меня тут перерыв на хвалу. Аллилуйя. Вы скажете, что-то вы слишком сильно радуетесь. Брат, мы не говорим о похоронах. Мы идем к могиле в саду, и вот разница между нашим Мессией и Мессией других религий. Вы можете пойти на кладбище, и там будут кости всех других Мессий, живших когда-либо. Понимаете вы, из других религий, что ваш лидер мертв, и гниет в могиле. А я в Иерусалиме, и когда я вхожу в эту гробницу, на ней есть знак, говорящий, «Дома никого нет! Заходи! Его нет здесь! Он воскрес! Слава! Аллилуйя! 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 Воу! Господи, я так счастлив, меня могут отсюда выгнать, но я закончу это послание до этого. Иисус Христос вышел из могилы, забрал святых Ветхого Завета с собой, и это значит пленить плен. Забрал их на третье небо. И теперь, если мы умираем, 2 Коринфянам 12, нам не нужно идти вниз, в чрево земли, как было 4000 лет, потому что Он подготовил место для нас у Отца на небесах. Иисус Христос вышел из могилы. Ох! Итак, есть больше информации на эту тему, потому что в ней много тайн, и это одна из них. Так что, когда Иисус встал в книге Откровения и сказал Иоанну, «Я тот, кто был мертв, но Я живой навеки, и у Меня ключи от смерти и ада». Вот как Он их получил. Ключи означают власть. Если вы когда-либо принимали Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, вы имеете, как сказано, жизнь вечную, но вы должны пребывать в Нем. Вам нужно постоянно следовать за Ним, служить Ему и делать то, что говорит Писание. А если у вас никогда не было отношений с Ним, и мы не говорим про религию, мы не говорим про религиозные ритуалы, мы говорим про личные отношения, «Я молюсь, я ищу, я люблю Бога». Вы можете получить их прямо где вы есть, вам даже в церковь для покаяния не нужно идти, верите? Вы можете сделать это в сердце, между вами и Богом. Я призываю вас, если у вас нет отношений с Иисусом, начните их, потому что только Он Спаситель. То есть Спаситель вашей души, кто дает вечную жизнь, и Он также Господь. Мы делаем предложение, и это позволяет фестиваль уманно выпускаться весь год. И это благословит вас, реально благословит, поэтому послушайте это предложение сейчас. И, пожалуйста, досмотрите до конца программы, где я расскажу наши планы, потому что мы поедем во многие места, где мы до этого еще не были. Хотите разбираться в стратегии сатаны, менять ход сражений, которые он ведет против вас? Духовное знание — это оружие, которое в силах разрушить коварные планы врага. Есть методы, которые дьявол тщательно скрывает от людей, но которыми активно пользуется. Перри Стоун в книге «Раскрывая тактику сатаны» предлагает проникнуть в разум нашего главного врага, чтобы понять его стратегический прием. В войне с дьяволом вы можете быть победителем. Скачайте книгу Перри Стоуна, «Раскрывая тактику сатаны» бесплатно и прямо сейчас на нашем сайте. Или свяжитесь с нами по электронной почте, и мы пришлем ее вам. Я хочу поприветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу «Фестиваль Манна сегодня». Вы можете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт perristone.org. Мы хотим получать от вас все возможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные, и Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними, они еще называются последние дни. И вот что это значит. Многое произойдет во исполнении библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены две, три, три с половиной тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующий во Христа, если вы молитесь Иисусу Христу, и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле в течение тысячи лет в Его Царстве. А править Он будет из Иерусалима. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию, то прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа, а если и умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время, и пусть Бог благословит каждого в последующие дни. Седьмой день творения, когда Бог отдыхал, а это значит тысячелетнее царство со Христом. Так что шесть водоносов по обычаю очищения иудейского могут означать зашифрованно, пророчески, шесть тысяч лет человечества. Угадайте, что произойдет в конце шести тысяч лет. Откровение 19 глава. Мы с вами приглашены на небесную свадьбу под названием Брачный пир Агнца. И там мы восядем со Христом. Помните, как в конце так называемой последней вечери Христос берет чашу с плодом винограда и говорит, «Это кровь Нового Завета, которая прольется за вас. Я уже не буду пить от него, пока не буду пить его в Царстве». Поэтому, когда мы дойдем до брачного пира Агнца, я убежден, что частью брачного пира будет причастие из этой чаши. Итак, если мы невеста Христова, если церковь — это невеста Христова, то когда мы попадем на небо, а это так, а Христос — это жених, то когда мы попадем на небо, на этот брачный пир Агнца, вы знаете, что должна быть консумация брака жениха с невестой. Это не физическая консумация со Христом, как было у обычных мужей и жены в медовый месяц, но это его кровь, пролитая за нас. И когда мы идем на этот брачный пир, он скрепляет ее с нами на этом великом брачном пире. Я верю, что этот брачный пир основан на образах Ветхого Завета, и это будет последний седьмой год скорби. Мы будем на небе, и целый год у нас будет брачный пир Агнца. Сейчас у меня уже заканчивается время, нет времени давать все места из Писания об этом. Но обратите внимание, пророческие слои уже в Библии. Не все является пророчеством. Мы не можем искать пророческие образы или пророческие слои во всем Писании. Но я думаю, что свадьба в Кане Галилейской — один из таких примеров, дающий великолепный пророческий слой, как кровь Христа пришла в эти глиняные сосуды. Он омыл нас водой и кровью, и теперь мы готовы называться Его невестой, и мы готовы однажды отправиться на этот брачный пир на небесах. Слава Богу! Но всегда помните, что сказала Мария. Что скажет вам Иисус сделать — сделайте. Здравствуйте, с вами Перри Стоун, учитель и ведущий передачи «Фестиваль Манны». Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале GNC. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнёров, которые молятся за вас. И ещё хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру, а это означает, что Иисус Христос вскоре придёт. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Через нашу телепрограмму я объясняю вам библейские пророчества последних времён о возвращении Христа, даю вам учения о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете смотреть «Фестиваль Манны». Мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!